Всем привет из Франции и добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я покажу рецепт как я пеку пасхальные куличи. Этот рецепт принадлежит моей семье уже на протяжении очень многих лет. Так пекла еще моя прабабушка. Я же за 20 лет, вот я посчитала, что 20 лет как я уже самостоятельно пеку куличи на пасху. И испробовав множество рецептов, все-таки пришла к тому, что этот рецепт самый лучший, очень простой и, ну, в общем, не занимает много времени и не нужно очень много продуктов, потому что пекла и со сметаной, и с кефиром, ну, в общем, разные-разные сдобные варианты теста использовала. Но этот рецепт мне нравится больше всех. И сегодня я с удовольствием с вами им поделюсь. Итак, на 7 куличей среднего размера, вот я показываю, какого диаметра нам нужны формочки, нам понадобится 4 яйца, 80 грамм дрожжей, 5 столовых ложек растительного масла без запаха, 200 грамм сливочного масла, полтора стакана сахара и плюс еще четверть стаканчика для помадки, затем полтора стакана молока, 1 килограмм муки высшего качества, совсем немножко соли, 3 пакетика ванильного сахара, стакан сладкого изюма султан и буквально на кончике ножа тертого мускатного ореха. Ну и приступаем к приготовлению куличей. Замешивать тесто сегодня я буду при помощи хлебопечки в режиме теста. Молоко ставим на огонь, всыпаем туда ванильный сахар для растворения и нагреваем, чтобы оно было чуточку теплее комнатной температуры. 200 грамм масла выкладываем в сковороду и растапливаем. Итак, отделяем белки от желтков. Для теста нам понадобится 4 желточка и мы будем использовать 3 белка. И один белочек мы оставим для помадки. Дрожжи отправляем к теплому молоку и потихонечку вот так вот их размешиваем до полного растворения с молочком и с ванильным сахаром. Если вы тесто будете месить вручную, а не в хлебопечке, то после того, когда все дрожжи разойдутся, нужно добавить муки, примерно грамм 200 и оставить, чтобы это у нас получилась опара. Если вы будете замешивать тесто в хлебопечке, как я, то опару заводить не нужно. К желткам всыпаем половину сахара и при помощи ложки растираем все до белого цвета. К растертым желткам добавляем тертый мускатный орех на кончике ножа или, как я, вот я добавила сегодня половинку чайной ложечки. Белки перекладываем в глубокую миску, добавляем щепоточку соли и взбиваем до белых пиков. Когда белковая масса начнет белеть, потихонечку всыпаем сахар. Ну вот, белки для куличей готовы. И начинаем сейчас заводить наше тесто. Вот, как вы видите, дрожжи у меня разошлись в молоке. Видите, получилась такая вот опара даже без участия муки. И сейчас мы все будем вливать в хлебопечку. Первым в чашу хлебопечки у меня отправилось молоко с дрожжами. Затем идут желтки с мускатным орехом. Затем потихоньку всыпаем муку. И всыпав где-то, ну, примерно с полкилограммчика, я включаю режим замеса теста. И потом потихоньку добавляю муку и взбитые белки. В режиме замеса теста вливаем растопленное масло. Ну и как только тесто приобретает вот такой вот вид шарика, мы закрываем крышечку хлебопечки и оставляем ее делать нашу работу. Да, доченька? Вот, смотрите, прошло где-то 15 минут, как работает моя тестомеска в хлебопечке. И видите, тесто уже практически вымешано так. Вот, руками я мешу где-то около часа, чтобы вот так вот оно отливало, вот видите, от стеночек. И было вот таким вот красивым шариком. Так что, у кого есть хлебопечки, я очень советую замешивать тесто именно в них. Намного проще и быстрее. Если вы тесто месите вручную, то после окончания замеса его нужно оставить, чтобы оно подошло примерно на полтора часика. У меня по программе тестомески время приготовления замеса и подъема теста занимает час тридцать. Так, ну и вот такое вот у меня тесто. Сейчас закончится режим замеса и тесто месочка будет работать в режиме опары. Будет подогревать тесто, чтобы оно подходило. Так, ну вот, время подъема теста подходит к концу. Осталось 4 минутки. Я вон открыла крышку, поскольку тесто у меня в этот раз, вы знаете, аж удивительно. Так поднялось, что аж вылезло из вот этой вот формочки. Но это не страшно. Сейчас мы его переложим в большой тазик или в миску. И будем добавлять масло растительное, изюм. И будем вымешивать второй раз, как раз перед выпечкой пасочек куличиков. Так, ну вот, достала я свое тесто. И сейчас я буду его перекладывать в мисочку для замеса вместе с маслом. Вот, смотрите, тесто просто вышло оттуда. Ничего к стеночкам не прилипло. Это говорит о том, что тесто на пасочку у нас замешано правильно. Смотрите, вот оно мягкое. Я специально показываю, каким оно должно быть. Но оно не прилипает ни к рукам, ни к стенкам посуды. Это идеальное тесто. Ну и теперь я вливаю растительное масло в готовое тесто. Сейчас я его обомну и добавлю в стаканчик изюма. Изюм у меня очень хороший. Если, ну, не всегда попадается вот такой вот мягкий изюм. Иногда, если он суховатый у вас, то замочите его. Или в каком-то ликёре, или даже просто в воде. Но перед тем, как отправлять в тесто, его нужно будет припудрить мукой. Ну вот, тесто я уже вымесила вместе с маслом. И сейчас всыпаю изюм. И нам нужно вымесить тесто так. Вот моя бабушка всегда говорила, что когда тесто на паске хорошее, то изюм, он должен как бы отскакивать от вот этого вот теста. Ну и сейчас всё я вымешу ещё раз. Оставлю где-то, ну, на полчасика, чтобы тесто немножечко подошло уже вместе с растительным маслом, чтобы изюмчик там всё соединилось. И тогда будем укладывать тесто в формочки и выпекать сами кулички. Так, ну вот и всё. Тесто моё готово. Вот смотрите, когда вы нажимаете, оно у вас полностью поднимается заново. Вот такое вот упругое. Вот это вот залог того, что куличи получатся пышными, воздушными, пористыми. В общем, вот так вот показываю для всех, кому интересно, как должно быть вымешано тесто. Формы для выпекания промасливаем, маслицем смазываем и укладываем пекарской бумагой. Ну вот, тесто для куличей у меня уже в трёх больших формах. И сейчас нам нужно его оставить для того, чтобы оно поднялось. Хочу дать небольшой совет. Если вы любите очень воздушные куличи, то заполняйте форму ровно на четверть. Я же люблю, ну, как бы, чтобы они были и воздушными, но и немножко поплотнее, чем вот если заполнять форму на четверть. И заполняю форму на две трети. Итак, оставляем тесто подниматься прямо в формах. Духовку этим временем разогреваем до 180 градусов. И потом будем выпекать примерно 35-45 минут. Будем смотреть по тому, как зазолотится верх наших куличей. Ну вот, моё тесто поднялось практически на всю величину формы. И это нам говорит о том, что именно сейчас можно отправлять наши куличи в духовку для выпекания. Перед тем, как начать выпекать, я оставляю свои куличи постоять вот так вот при открытой крышке духовки примерно, ну, минуточек 5. Оно еще больше теста подойдет, и уже тогда точно ваши куличики не опадут в процессе выпекания. Теперь мы будем готовить помадку для наших куличей. Для этого я беру один белок, четверть стакана сахарного песка, и сейчас все это буду взбивать до белых пиков. Помадка готова. Ну и вот такие вот шикарные, воздушные, смотрите, какие куличи у меня получились. Выпекала я их 45 минут. Вот, сейчас я дам немножечко остыть, нанесу помадку, ну, и будем ждать момента, когда же мы сможем их попробовать. Ну вот, я намазала свои куличи помадкой, сейчас мы будем дожидаться, когда они полностью остынут. Помадка застынет сверху, и тогда я разрежу один из них, и покажу, какая же это прелесть и красота внутри. Это наш старинный рецепт, который мы используем уже на протяжении 4-х поколений, наверное, лет 80 этому рецепту. И, как я уже сказала, это самый лучший рецепт приготовления пасхальных куличей. Как вы видите, получается из этого количества продуктов, что я показала, 3 огромных просто кулича, или же примерно 7-8, если делать в средних формочках. Ну вот, и показываю конечный результат наших с вами стараний. Посмотрите, какой получается кулич. Он такой красивый, пористый, ярко-желтый, даже без добавления куркумы, хотя многие советуют ее добавлять. Вот такие вот они пышненькие. И будьте уверены, если вы будете куличи готовить по нашему семейному рецепту, то они у вас всегда получатся. Ну и, как всегда, надеюсь, рецепт вам понравился и вы будете готовить его с удовольствием. До новых встреч на моей кухне. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok